Мы сейчас едем к храм Гэсу из Тетрицкару в Цалку, ну а потом в каньон Дашбаш. В данный момент спускаемся с перевала, но пейзажи великолепные, только деревья закрывают весь вид с дороги. Как всегда, буквально проехали 50 метров за поворот, и такая великолепная скала открылась взору. Мы на высоте 1300 метров, а эта гора 1700, как показывает карта. Ну конечно, смотрится великолепно. Великолепно. Так долго мы будем ехать до храм Гэса, останавливаясь везде и всюду. Везде приходится останавливаться, чтобы полюбоваться. Красиво, что не говори. Тут дороги пустынные, мы мотоцикл поставили прямо посередине. И шумахеры гоняют так, в надежде, что вообще никого нету, что снесут его. Наконец-то доехали до храм Гэса. Тут небольшая запруда. И по всей видимости, по этим трубам, то ли вода стекает из реки Храме, как она идет, мы еще пока не разобрались. Ну поедем, увидим. Ну и здесь тоже, я не знаю, вырабатывается тут электроэнергия или только в трубах. Надо будет почитать. Дорога пыльная, ушатанная. Как нам сказали, там просто плотина, там нет турбин. А турбины стоят вот в этих трех трубах. Наверху туннель. Сейчас я его приближу, будет видно. По этому туннелю вода течет из Салатийского водохранилища. Потом по этим трем трубам она спускается и вырабатывает электроэнергию. Оказывается, храм Гэс начали строить в 1937 году. А закончили... Не, в 1934-м начали строить, а закончили в 1947-м. То есть, после войны только завершили строительство. А тут камни, огромные валуны, на один из которых я забрался. Рядом с храмом Гэсом находится маленький поселок. Ну, видно, для работников был сделан изначально. Что самое интересное, тут вода течет в бетонном жёлобе, а тут уже диким образом. Буквально вот с одной стороны моста она в жёлобе, а с другой в естественном виде. Маленький парк для детей разбили. Я не знаю, сколько тут населения будет, но я думаю, пару сотен, не больше будет людей жить. И то только работники. Добираться сюда очень сложно. Но зато очень тихо и спокойно. Мы сейчас едем на перевал. Нам сказали, что он 7 километров, и всё щебенчатая дорога, не разгонишься. Максимум 15 километров в час можно ехать. А тут трубы, по которым вода идёт. Мы как раз над ними расположены. Диаметром, наверное, полтора метра, так навскидку. Дорога пыльная. Ну, а сейчас будет видно картинка сверху. Но это мы ещё не поднялись до конца. Это значит, что только плотина, а сам ГЭС под нами. Нет, ну, конечно, картинка сразу великолепнейшая открывается. Мы ещё хорошо с местным жителем поговорили. Он нам много чего рассказал. Вот, дорога идёт. По всей видимости, её будут делать. Мы тут остановились на привальчик покушать. Как раз заканчивается щебёнка перевала. И тут начинается уже асфальтная дорога. Сосновый лес. Запахи великолепные. Остановились, передохнули полчасика, покушали. Сейчас до целки осталось, по-моему, километров 7, не больше.